Я, к сожалению, сегодня, наверное, не попадаю на семинар, поэтому я решил записать предварительно свой доклад. Поставився ложиться минут в 30-40, вот, и начну с того, что немножко изменю тему, но совсем немножко. Наша тема будет примерно такая, то есть, современные подходы к реализации, имеется в виду, даже больше не реализация, но проектирование сложных систем. Вот, значит, по сложной системе мы принимаем систему, которая сложная, да, то есть она по сравнению с обычными системами, которые можно без использования технологий, например, да, реализовать как бы без проблем. Но при возрастании ее сложности, то есть добавлении новых компонентов, увеличении количества связей, там, усложнению требований, появляется проблема, связанная с тем, что за этой системой очень сложно смотреть. Значит, типичным примером была разработка системы 1С. То есть, где-то в начале, да, в начале 90-х, после развала СССР, значит, вышла версия такая символическая, то есть 6.0, это было что-то вроде журнала, то есть одна страница, она соответствовала одному счету. И вот потом, ввиду того, что стали вот эти счета добавляться, ну, то есть сложность бухгалтерии стала возрастать, эксельной таблицы как бы не хватило. Значит, перешли к технологии, которая называлась 7.0, то есть язык программирования 1С. Вот, и это было, в общем, довольно интересно, хотя многие в то время пользователи, когда вот первые версии 7 появились, они все равно оставались на шестерке, потому что считали ее более работоспособной. То есть, очень важный фактор, который я здесь тоже отдельно выделю, да, то есть при разработке сложной системы, это функции. Функции, то есть, что мы, собственно, хотим реализовать. И вот сами функции, они, понятно, в себе под функции какие-то задержат. Ну, то есть, чтобы ее как-то описать, нам нужно определенную сложную функцию, нам нужно ее в виде нескольких других функций описать. Вот. Ну, и семерка где-то в районе, там, 7.9, наконец-то набрала в свое время, так сказать, мощь свою, в том числе ее стали бы Десту, например, использовать. Вот. Ну, а есть одна интересная проблема, кстати, она, по-моему, до сих пор осталась, что в 7.9, там, что вот это в 8.3.9, ну, последний раз, который я смотрел, который в себе даже содержит аспект ориентированное программирование, там оно содержит в себе SQL, ну, какой-то вариант, ну, и тот самый язык программирования. Так вот, в языке программирования, да, точнее даже не так, то есть вот 1С, это представляет собой такую конструкцию, то есть это объектная система, то есть не объектно ориентированная, хотя на самом деле не совсем правильно разделять объектно и объектно ориентированное, но под объектными обычно берут системы, которые внутри себя хранят структуры данных, похожие на объекты, да, но эти структуры, они не были созданы путем порождения экземпляров класса, да, то есть там классов нет как таковых в этом вот, в языке программирования 1С в том числе. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, я, конечно, могу ошибаться, но сколько раз не смотрел, я их там не находил, в общем. То есть вот есть объектно ориентированное программирование, да, это вот объектное программирование, то есть мы просто собьем некий шаблон, ну, там у них есть понятие документ, например, вот этот документ потом копируется. И мы между ними ничего не можем сделать общего, да, ну, есть как бы стандартные объекты, там, справочники, да, или там стандартные какие-то базовые понятия документа. Ну, так, чтобы из одного потом в другой создать, там путем модификации, я там тоже такого не наблюдал, хотя я и повторяю, что я, наверное, ошибаюсь. В общем, вот это все приводит к тому, что вот в частности в 7.9, там, в 8.3 есть специальная подсистема, называется что-то вроде общий модуль. Общий модуль, он содержит, вот в 7.9, например, общий модуль содержал 14 тысяч строк кода, то есть там отдельные функции, которые используются в разных подсистемах. Ну, это, что касается 1С бухгалтерии. Вот, кстати, да, еще один интересный такой аспект рассмотрения этой всей конструкции. То есть вот этот движок, там, ну, ядро можно назвать, ядро 1С, оно написано на языке C++, у него внутри есть там и IOT, в том числе, компиляторы. Какой я IOT, стоп, IOT, just-in-time, just-in-time компиляция. Вот, есть там довольно мощные такие конструкции, но самое интересное, что вот эти вот подсистемы, там, 1С, бухгалтерия, 1С, там, склад или что-то там подобное, или 1С предприятие, по сути говоря, это системы, которые индивидуально на этом языке разрабатываются. То есть вот это просто и получается язык программирования, язык программирования. И вот они на этом языке шлепают, значит, одна контора вот это, одна контора вот это, одна контора вот это, и между ними идет внешний обмен данных, данными. Ну, насколько я тоже там в этом разбираюсь, это 90% случаев это XML. То есть нам нужно в каждом отдельном случае, то есть когда мы пытаемся реализовать какое-то взаимодействие между подсистемами, знакомиться со структурой, соответственно, бухгалтерии, с предприятием, там, склад там с предприятием и так далее. И вот, с одной стороны, конечно, это хорошо, то есть мы можем сделать, да, кстати, таких подсистем, я там тоже народу узнавал, таких вот подсистем у них основных 10 штук, то есть они вот 10 штук, и каждая, кстати, за собой тянет отдельно целую инфраструктуру. Инфраструктуру, в том числе подготовки специалистов, которые все это обслуживают. То есть одни специалисты умеют работать в бухгалтерии, одни, значит, с предприятием и так далее. Ну, понятно, что один общий язык программировали. Вот, ну, что я хочу сказать, да, вот таким образом решили проблемы, сложности в компании 1С, ну, или там в группе компаний, которые вот в 1С связаны. Есть, скажем так, вариант такой, что отдельная компания занимается разработкой компоненты. То есть, собственно, к чему я клоню, это компонентное проектирование. Компонентное проектирование. Так, ну, тут еще одна тоже проблема существует. Значит, есть два понятия компонентного проектирования, в каком-то смысле они связаны. Значит, первое, чаще всего используемое, это Rapid Application Development. То есть, системы быстрой разработки приложений. Ну, первая из них, такая известная, это Delphi. Сейчас она до сих пор развивается, там Ambracadere, Delphi, там EX и так далее есть. Потом Visual. Ну, по Delphi там и, конечно, C++. Там, не удивило, как-то он там еще назывался. Значит, Visual Studio, по сути говоря, вот этот C-Sharp с рисователем Form, ну, там, Form Designer. Form Designer, это как раз вот относится вот к этим конструкциям. Вот, и вторая часть компонентная, это такие компоненты, которые вот они именно согласно определению, да, задаются. Сейчас определение, да. Вот, C-Sharp, C-Sharp конструкция, да, вот это вот, там, .NET и тому подобное, то есть Visual Studio, вот этот Form Designer, они как раз сделаны в некоторой степени с учетом вот этой вот, так сказать, классического варианта компоненты. Значит, определение компонента. Значит, компонента это некоторый модуль системы. Это длинное определение, на самом деле, которое рассчитано на то, чтобы слушателю было понятно. Реализующая, то есть вот эта вот компонента, она на самом деле является экземпляром, например, некоторого класса, хотя не обязательно экземпляр класса, и эта компонента, она оснащает интерфейс. Вот это интерфейс, то есть если, что такое интерфейс, думаю, если вы машину вводите, да, то есть есть это вот торпеда, да, то есть передняя панель машины оснащена рулем, там внизу педали находятся, ну и там рычаг, который скорости переключает. Ну, при счетом всякие разные ручки, которые все остальное включают. Так вот эти вот ручки все, руль, вот это вот все при помощи чего в данном случае вводится машина, это можно сказать, что это интерфейс. То есть вы можете одну машину здесь вот реализовать, да, вторую машину можете реализовать, и они будут один и тот же интерфейс реализовывать. То есть, в принципе, с точки зрения другого модуля, который пользуется, ну, то есть он тоже реализует, оснащает, то есть интерфейс какой-то свой, да, ну, это там пускай будет и один, это будет и два, например, да, то с точки зрения вот этого модуля, да, ну, то есть я там, предположим, водитель, водитель, его, в общем-то, все равно, в какой машине он едет, лишь бы они обе поддерживали один и тот же интерфейс. Понятно, там одна, например, быстрее разгоняется, а другая медленно, это уже характеристики, но вот по основной сути, говоря, да, они на самом деле, ну, одинаковые получаются. Вот, то есть компонента, она в себе содержит, во-первых, некоторый модуль, исполняющийся, да, внутри процесса, ну, то есть, по сути говоря, это процесс, но он может быть частично внутри какого-другого процесса находиться. Она, значит, оснащает, то есть оснащает она, что значит оснащать? Вот у него есть функция на заданную интерфейс, ну, или набор функций, и она эти функции непосредственно выполняет, да. То есть есть еще обеспечение интерфейс, но это более широкое понятие, если оснащение лучше подходит. Вот, компонента оснащает конкретный, связанный с ней интерфейс, может быть, кстати, несколько интерфейсов, да, давайте еще один нарисую этот интерфейс, вот, даже застряху его, чтобы он как-то отличался, да. Вот, и сама она при реализации пользуется другими интерфейсами, но это в таком, в чистом варианте, да. То есть вот это вот у нас обозначение, она с другим цветом сделает, обозначение использования интерфейса. То есть вот это у нас реализация, ну, для оснащения, точнее, это вот это стрелка, по сути говоря. Вот, а это у нас и использование. Использование код другого интерфейса. Ну, например, это компоненты, которые пользователи записывают в какую-то базу данных. То есть через этот интерфейс она записывает, а здесь она просто регистрирует. А это интерфейс регистрации пользователей. А это веб-браузер, который через этот интерфейс у нас эти пользователи регистрируют. Таким образом получается, что у компонента есть определенный способ на этапе выполнения или на этапе компиляции проверить, что она реализует этот интерфейс Либо у другой компонента есть способ заказать какую-нибудь компоненту для того, чтобы вот эти функции, которыми она пользуется То есть вот эта компонента использует функции вот этого интерфейса Она хочет их использовать, причем использует только в том объеме, который этот интерфейс задает Потому что у меня эта компонента может больше в себе каких-то функций держать Но здесь касается именно тех, которые этот интерфейс нам предоставляет Ну и когда операционная система, либо там специальная компонентная архитектура собирает приложение из этих компонент То есть компоненты запрашивают, что им нужна какая-то компонента, которая реализует этот интерфейс И операционка находит его там и загружает и подсовывает Ну и тогда все, что было запущено отсюда, по сути говоря, она запускает функции здесь И ответы у нас, получается, обратно сюда приходят Вот теперь вот это место Вот это место, оно у нас может быть находиться не только в одном и том же процессе исполняемом В собранном уже, например, в C-Sharp это в самом деле делается То есть там интерфейсы и компоненты, и когда мы систему компилируем Собирается в одно приложение все Но никто нам здесь не говорил, что должно быть одно приложение То есть они могут быть распределенные То есть между ними, например, может работать какой-то протокол Например, HTTP здесь HTTP протокол Так Где-то тут интерфейс Здесь может тоже какой-то HTTP протокол Может быть это просто одно соединение Вот Это мы уже пунктируем рисовать Пунктируем это значит имеет какое-то отношение Здесь рисуется стрелка Ну типа как наследование, но только без вот этого вертикально черточки получается Вот Либо даже, да, бывает такое вот Только вот здесь туда нужно нам тире вставить В e-mail система По значении такая Вот И теперь, если мы Вот эту реализацию интерфейса Получай, да Вот, кстати, я неправильно нарисовал Здесь вдруг-то Забыл сват нарисовать Значит, если у нас это веб-браузер А это сервер Ну или там Не сервер, а микросервис Лучше так Микросервис То это, скорее всего, будет Какой-то там API, да Вот сейчас Чем занимаются в университетах И изучают API различные Так вот это API На самом деле Это одна из форм Представление вот этого самого интерфейса В компонентной архитектуре То есть Я даже специально в библиотеке Тут какую-то я недавно нашел Попалась на глаза Прямо можно формально описывать Какие функции Какие параметры Что она там возвращает Структуры данных В общем, все подряд Можно описать Ну, практически язык программирования И Вроде как Вот эта архитектура Распределенная Под архитектуру Понимается В данном случае Набор Там существующих Компонент С описанием их функций И компонент Которые умеют Из этих Компонент Собирать приложения Ну или там Распределенную Какую-нибудь информационную систему Как в данном случае Она же Есть два приложения Так, они на разных Машинах работают Вот это все вместе Получается Распределенная Информационная система Вот В общем Есть способы Описать этот самый API И В результате Получить приложение Значит Теперь Так скажем Резюмируя Мой Начальную Первую часть Доклада Я значит Хочу сказать следующее Что В том числе В результате Анализа Входящих Так скажем Рекомендации И сообщения Я подписан На некоторые Каналы Например Там книги Для программистов Есть такой Телеграм-канал Там периодически Привлекают К разным Вебинарам К тестированию И вот Если вот Анализировать Поток этих Сообщений Да В каждом сообщении Там что-то связанное С какой-нибудь Аспектом Разработки Сложных систем Исучите язык Раст Или Познакомьтесь С Рест Архитектурой И тому подобное Микросервисы Это наше будущее Или там Настоящее В общем Прихожу к выводу Что Современные Масштабированные Приложения Нам Масштабировались Совсем Не обязательно Но Почему бы Нет Они Реализованы В виде Набора Микросервисов То есть Это такие Выражаясь Нашим языком Сейчас Компоненты Компоненты С внешним Вот этим Интерфейсом Собственно Какой-то интерфейс У них есть Описанный В виде API Эти компоненты Кстати Они Понятно Что могут Там Взаимодействовать С какими-то Другими Компонентами То есть Здесь у нас Какой-нибудь HTTP Либо WebSocket Сейчас Да Вот есть Такой Протокол Если Потоковые Данные HTTP Это у нас Пачки Получается Хотя Там Тоже Можно Создавать Открытые Соединения Догружать HTTP И так Далее Но Тем Немене Он Как бы В одну Сторону У нас Направлен Получается WebSocket Это Вроде Как Двусторонний Обмен Сообщениями Кручевое Вот У нас Есть Разные Компоненты Так Там Скажем Это Компонента Занимается Аутентификацией Пользователя Аутентификацией Пользователя Это Какая-то Например У нас База данных Или Какой-то Примежуточный Слой Между Базами Данных Для Представления Информации Ну Неважно Скажем Это База Данных А Там Может Быть SQL Может Быть SQL Еще Какой-то Есть И так Далее А Здесь У нас Web Браузер Находится Я Тут Две Компоненты Как бы Оставлю Да Вот Одна Часть Web Браузера Это У нас User Authentication Вот Она Соответственно Здесь Выражена Так Глянным Ам Разом Здесь У нас Таблица Скажем С документами Да То есть Там У нас Имя Там Еще Чего-то В общем Она Строится Исходя Из Некоторые Компоненты Которая У нас Взаимодействует С этим Интерфейсом Вот То есть Современные Интернет Приложения Они Вообще Глян Редко Уже Встречаются Цельными То есть Когда Существует То есть Тут У нас Web Сервер Веб Сервер Они будут Прорисовывать Взаимодействуют С Браузером Браузером Так И он В свою очередь Взаимодействует С базой Данных Ну это Типичная Архитектура Где PHP Используется То есть Браузер Делает Запрос К Веб Серверу Веб Сервер Тут Программа Крутится Она Значит Может Неск Запросов В базе Данных Сделать Так Получить На них Ответы И в результате Получает Ответ Для Браузера Изображение Строится Вот в этом Месте То есть Изображение Здесь Практически В браузере Ничего Не делается То есть Взаимодействие Там Кнопки Там Всякие Разные Например ОК Здесь Нарисовать Кнопка Она Взаимодействует Вот с Этим Этим Приложением Вот И Изображение Полностью Рисует Веб Сервер Сейчас Что такое Не делается Вот Ну Как минимум Для того Чтобы сервер Не загружать Работа Для прорисовки Почему Браузеру Собственно Этой работой Не заниматься Поэтому Современные Приложения Это Вообще Говорят Такие Наборы Вот Этих Отдельных Компоненток Отдельных Частей Приложения То есть Сервер Который Здесь Может быть В принципе Статический Например Тоже Самый Инчингс Ингингс По-моему Называется Да Он Просто Грузит Этот образ Так Или Там Все страницы Ну Или Там Постраничный Постраничная Загрузка Сделана В приложении Байс Это Вообще Одностраничное Приложение Современное И Он Просто У него Есть Файловая Система Он Оттуда Просто Файлики Загружает И Значит Изображение Рисует В том числе И Статические Джава Скрипты И Тому Подобные Вечность Библиотеки Они Все Здесь Спокойно Догружается А потом Уже Вот Это Вот Собственно Информативная Часть Она Уже Появляется Из Вот Взаимодействий С микросервисами И Вот При Организации Работы Сотрудников Над Микросервисами Можно Спокойно Уже Делиться На Отдельные Команды Которые Друг От друга Не Не Зависит Единственное О чем Приходится Договариваться Об Устройстве Вот Этих Интерфейсов А Как Оно Там Внутри Реализовано В общем То С точностью До Протокола Естественно Потому Что Интерфейс Не Ограничивается Не Только Сигнатурами Методов Которые Приписываются К Некоторому Вот Этой Компоненте Ну Там Еще Нужно Правильно Данные Передавать То Есть Два Верхних Слоя Модели Уси Их Получается То Есть Уровень Приложения И Уровень Представления Данов Все Об Этому Договорился А Как Оно Внутри Уже Здесь Реализовано Соответственно Нам Уже Не Сильно Важно То Важно Но Не Сильно Ну В основе То Не Важно Когда Мы На Высоком Начинаем Взаимодействовать Понятно Что там Важно Как Там Что Это Все Работает Но Что Дает Компонент Архитектура Она Позволяет Нам Бороться С Сложностью У У нас Не Получается Какой То Супер Взаимодействующая Система У нас Есть Отдельный Компонент Который Достаточно Замкнутый Там Есть Принцип Проектирования То Если Компоненты Например Она Уже Выпущена В Production То Ее Уже Поменять Нельзя Можно Создать Новый Компонент С Новым Интерфейсом Версии 2 Например Что По поводу 1 С Обратно Возвращаясь Было Было Их Точки Зарения Не Знаем Может У них Средственно Это Нет Но Идея Такая Что Можно Было Создать Компоненты То То же Самый Оборотный Индекс Как Отдельный Компонент Конфигурируем Вот И Из этих Компонент Собирать Вот эти Приложения 1с Предприятие 1с Склад 1с Бухгалтерию Общие Элементы Можно Было Было Использовать Здесь И Здесь Да Тут Еще Слово Одно Я Сказал Это Конфигурирование Помните Я тут Говорил Что В общем То Все Ровно Да Какая У нас Машина Получается И Вот Это Если У нас Приложение Да То Тот Набор Компонент Ну Их Сцепка В том Числе Какие Отдельные Настройки Каждого Из Экземпляров То есть Из Компонента Их Можно Вытащить Отдельно Вообще Говорят Два Файла Получается Один У нас Задает Структуру Приложения То есть Как они Взаимодействуют Вот эти Компоненты Второе Это Начальное Состояние Компонента Ну Например Если Вот Мы про базу Данных Здесь Говорили Да То Например У нас Может быть Здесь Констрактный Какой-то Да И он У нас Тоже Взаимодействует Например С Postgres И вот То Что Он Взаимодействует С Postgres Какая-то База Данных Потом Еще Какие-то Компоненты Да Адрес Сервера Вот Это Все Относится Конфигурации То Мы Это Неправильно Написал То Есть Вот Это Соединение Адрес И так Далее Да Которые Непосредственно Задает Суть Вот Этого Этого Коннекшена Это Вот Есть Как раз Конфигурация Конкретной Компоненты И Это Кстати Часть Компонентной Архитектуры То Обычно Обычно Компонентной Архитектуре Ну Например То же Самое Spring Framework Компонентная Конфигурация Задается Самой Программе Вот Есть Такая Зуб Компонент Архитектура Вот Кстати Если кто Хочет Более Менее Подробно Вникнуть Фундаментальные Конструкции Компонентного Проектирования Лучше Как раз Изучите Вот Зуб Она Практически Игмала Не используется Архитектуры Да Но Она Именно Реализована Она Одна из Последних Реализована И Там Очень В ней Хорошо Вот Эти все Элементы Которых Сейчас Говорил Прописан Я собственно говоря Благодаря Изучению Более-менее Стал в этих Компонентах Разбираться Одна из Первых Компонентных Архитектур Это Комплюс Скорее всего Майкрософт Он был чем-то Сворован У кого-то Относил Из Нем Потом Появилась Компонентная Архитектура Называется Корба Это Огромный Стандарт Там По Тысяче Страниц Для Каждого Известного Языка Программирования Там есть Поэтому Никто И практически Не пользовался И из него Получилась Куча Например SOAP Simplified Object Access Протокол И SOAP Появился Например XML RPC Это все Уйдет в сторону Упрощения От корбы Скажем так То есть Это вот Эти Минализации Склон Плюс Появился Еще Икспик Который Мозил Проект Он Реализуется Путем Описания C++ Компонент И они Конфигуруются Джава Скриптом Плюс XML Ну По сути Вот То есть Что такое Firefox Просто Куча Компонентов Реализованных На C++ Ну Согласно Стандарту XP Ком Как Вариант Уком И Они все Собраны В одно Приложение При помощи Джава-Скрипта Этих CSS XML Вот Ну На этом Можно Эту часть Закончить То есть Я к чему Криную Не клоню Что Можно Сильно Не заморачиваться Как мы Эту систему Будем делать Важно Важно Чтобы Каждый Поддельностью Взял Отдельную Компоненту Отказаться От PHP Как Интегрирующего Потому Что Смысл У него Нет Потому Что Здесь У нас Статические Стреницы Статические Вся Динамика Практически Реализована Здесь На Джава-Скрипте Мне Понравился Vue ChS То Есть Я Изучал JQuery Vue В общем Третья Версия Сейчас Я Изучал JQuery Ну Достаточно Неплохо Я его знаю Як Джесс Як Джесс Она Слишком Замороченная Компонентная А Vue Джесс Это Что-то Среднее То Можно Взять Статически Сделать Интерфейс И Потом К нему Снизу Аккуратненько Прикрутить Что-то Новое Ну То Есть Вставку Какую-то Я могу Потом Приложение Показать Следующий Или Просто Тоже Обзор Записать Китор Недавно Сделал Как раз В процессе Изучения Vue Джесс Вот Можно Так Отказываемся От PHP Потому Что Он Подразумевает Вот Эту Архитектуру Я Потерял Наверное Уже Да Статическую Архитектуру То есть Мы Не Можем PHP Сюда Переставить И Не Можем PHP Сюда Переставить Ну Если Мы Конечно Можем Сюда Запихать Есть Отдельный Модуль Запускаем PHP Но Нам Ничего Особо Не Даст Нового По Сравнению С этим Перейти На Микросервисную Архитектуру Вот То есть Писать Эти сервисы На Любимом Языке Программирования Мне Кстати Очень Понравилось Писать На Haskell Очень Быстро Работает Причем В Haskell Можно Заменить Даже Вот Эту Часть Полностью То есть Вообще Вот Этот Интерфейс Его Здесь Вообще Принципе Не Существует У вас Есть Одно Такое Монолитное Приложение Со Своим API И Вы К нему Взаимодействуете Отсюда С ним Прикольно Кстати На Пайт На Пайт И Очень Да Кстати Чеки Языки Есть Для Таких Конструкций Это Go Вполне Неплохо Реализуется У него Есть Встроенная Хитрая Система Обработки Сообщений Кодированных Джессон Он Компилируемый Высокоуровневый То есть Он для разработки Приложения Сделан Вот Из Где На нем Глава Библиотек В принципе Он Ближе К классике По сравнению Go Значит Rust Это Вообще Отдельный Разговор Да Ну На нем Сложно Программировать Но Интересно Ну И Всякие Там Вот Джулия Мне тоже Понравилось В контексте Хаскель Разработан Для того Чтобы Заменить Python В Гугле На Что-то Более Быстрое Как раз В рамках Перехода На Микросервисы Вот Ну Наверное Я на этом Закончу Как раз Полчаса Прошло В сумме И Наверное Я через неделю Запишу Тогда Вот Эту Лекцию Про Семантический Веб Тоже Обзорную Почему Им тоже Имеет смысл Пользоваться Ну И вообще Системы Хранения Информации В рамках Использования Компонентной Архитектуры Почему Так Потому Что Вот В этих Вот Ну Здесь Наверное Вряд ли Конечно Но В стыковке Вы вряд ли Будете Где-то Использовать Что-то Связанное С Искойлем Да То есть Искойль Подразумевает Что В одну Сторону У вас Идет Запрос На Искойль Обратно Идут Таблицы Таблицы Мы можем Очень Это Более Сложные Данные Типа Документы С их Структурами И так Далее Они Не очень К искойлю Подходят То есть Мы Дажим Либо Текст Брать В поле Записывать Документы Документы Блоб Но Нам Это Ничего Не Дает Практически Внутри Можем Искать Только По Тексту А Не По Отдельным Структурам Поэтому Один из Способов Это Взять Документы Раздробить На Какие-то Элементарные Вещи И Делать Запросы К Всем Документам Одновременно Например Или Ко Всем Элементам Их Структуры Ладно Надеюсь Я Рассказал То Что Нужно И Будет У меня Возможность Я Конечно Подключусь К Нашему Семинару Все Удачи